Всем привет! Меня зовут Женя. Сегодня снова с вами Туркишкук. Сегодня мы будем готовить нут с мясом, то есть нохут. Для этого нам нужно 2 стакана нута. Я его поставила на ночь, еще вчера вечером буквально в воду, чтобы он вот уже в общем-то был вот таким большим, то есть разбряк немножко. Поэтому он будет быстрее гораздо готовиться. Дальше нам нужно 2 или 3 большие луковицы вот такого лука. Значит, доматес, салча, томатная паста, 2 столовые ложки и мясо на косточке. Можно больше, можно меньше, это на ваше усмотрение. Также нам понадобится, конечно же, соль и черный перец и различные другие приправы. Окей, начнем с того, что порежем средними кусочками наш лук. Итак, значит, сейчас порезали лук и забрасываем его сюда, в кастрюлю. Прежде чем его положить, добавили 2-3 столовые ложки оливкового масла. Итак, хочу сказать сразу, что я готовлю такой ускоренный вариант. То есть, вы увидите, в чем разница. Но можно готовить немножко по-другому. Например, сейчас же поставить наше мясо отвариваться где-то около 30 минут. Вот, потом достать это мясо, значит, также параллельно поставить сам нокут где-то на 20 минут, чтобы он тоже поварился. Это все отдельно мы готовим, вот, а потом все просто соединяем. Я же готовлю иначе. Я, как вы видите, сейчас зажарю лук. Сюда же, через некоторое время, добавлю салчу. Пускай она немножко пожарится. Пока лук жарится, я, конечно же, примусь вот за это дело. Вот, вот, с кофейком. И все. А лучок пускай себе, да. Пусть весь мир подождет. Вы слышите, да? Это жарится лук. Угу. Ну, пускай, пускай жарится. Ой. Итак, сейчас добавили сюда салчу, томатную пасту. Ух. Так, камера будет подпись. Конечно же. Вот так вот перемешиваем все. Конечно же, если вы хотите, вы можете по более такому длительному рецепту готовить. Но я сейчас очень тороплюсь. И, в общем-то, я уверена, и точнее, я уже проверила, то, что вкусом потом в результате не отличается. Блин, камера не ловит. Вот так все хорошенечко размешали. И еще 2 минутки осталось. Итак, следующее. Мы кладем наше мясо. Не бойтесь, оно приготовится, оно успеет, если вы готовите в дубиклю, то есть в скороварке. Если же у вас нету скороварки, то, конечно же, лучше предварительно это мясо отварить где-то в течение 25 минут. Ну, и так помешали, чтобы наше мясо смешалось с луком. Ну, я думаю, вы понимаете, что это не просто мясо. Слушайте, это косточки. Обычно вот такие бобовые готовятся на косточках. Ну, конечно же, можно и просто с мясом. Ладно. Значит, сейчас, следующим этапом я забрасываю сюда наш нут. Вот так хорошо размешали. И сейчас будем добавлять воду. Значит, что, как меня учила моя турецкая мама. То есть, если вы добавляете 2 стакана, например, фасоли, нут, мерджмек, то есть чечевица, то воды вы добавляете в 2 раза больше. То есть, получается, на 2 стакана нута, здесь у меня 2 стакана, я добавляю 4 стакана воды. И вот он на ход. Все готово. Очень-очень вкусно. В общем, готовилось где-то около 30-40 минут. Вот, сейчас, значит, я порежу свежий лук, репчатый лук. И вот вместе с этим луком будем кушать. Очень вкусно. Вот, надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. И будем готовить вместе. А сейчас, пока-пока и приятного аппетита!